Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня давайте поговорим по поводу зарплат в Польше, а именно о том, что такое neta и что такое brutta, как понять, сколько же все-таки вы получаете на руки при составлении того или иного договора. И если вам это интересно, то продолжайте смотреть дальше. Итак, очень часто ко мне поступают вопросы по поводу того, что сколько же все-таки буду получать на руки. Или если, например, обладатель выставляет объявление какое-то, то все время написана какая-то сумма и непонятно, что это, brutta или neta. Чаще всего в объявлениях указано brutta, то есть brutta – это зарплата без всех отчислений, то есть без отчислений в пенсионный фонд, без налогов, без страховых. Чтобы понять, сколько вы будете получать neta, а именно то, что на руки уже, то вам нужно будет зарплату умножить на 0,7. То есть, если, например, в договоре написано 13 злотых brutta, то если мы умножаем на 0,7, это приблизительно где-то немножко больше, чем 9 злотых получается, на руки вы будете уже получать. И если вы хотите вычислить, наоборот, из neta brutta, то есть узнать, сколько все-таки будет у вас в договоре прописано, то нужно умножать на 1,43. Как я вам ранее уже говорила в своих видео, что с 1 января 2018 года подняли заработную плату, и сейчас она составляет 2,100 злотых brutta, то есть это на 100 злотых выше, нежели в 2017 году. То же самое касается и по часовой, то есть 13 злотых 70 сейчас, а раньше было 13 злотых brutta. И не забывайте тот факт, что закон на минимальную заработную плату относятся только к тем работникам, которые трудоустроены на умове операции. Если же у вас умовозлицение, либо умовоздела, тогда ваша минимальная ставка за час 13,70 злотых brutta. Также если вы, например, трудоустроены на пулы тата, либо на 1,4, либо на 1,8 часть работы, то есть не на целый день, то тогда в соответствии с этим и заработная плата у вас тоже уменьшается. То есть если, например, вы на пулы тата, на 1,2, то тогда ваша минимальная заработная плата будет составлять 1050 злотых brutta. В принципе, вам не стоит беспокоиться, то есть все взносы делаются автоматически, кроме умовы отдела. Там вам нужно будет уже делать это все самим. То есть вы заключаете умовы отдела, и чаще всего так, что именно за налоги и за страховку вы платите уже непосредственно сами. Поэтому, когда вы идете на такой вид договора, то обязательно проговаривайте с работодателем вообще, что вы должны платить, а что нет, чтобы потом не остаться, как говорится, возле разбитого корыта, особенно когда вы собираетесь подавать на карту временного побыта. Сейчас я вам расскажу приблизительно, сколько платится с вашей зарплаты на тот или иной взнос. И первое, рассмотрим умову опрация, потому что умовы опрация также гражданско-правая, то есть умово-возлицение умово-дела немножко отличаются между собой некоторыми позициями. Но по порядку все разберем, чтобы всем было все понятно. Высчитывает пенсионное страхование, то есть это 9,75% от зарплаты брута. Дальше, это рентное страхование, 1,5% зарплаты брута. Больничное страхование выплачивается 2,45% зарплаты брута. Далее, это медицинское страхование, это 9% от зарплаты брута за вычетом взноса на социальное страхование. Также, это подоходный налог, 18%, в соответствии от ваших сумм, которые уменьшают налог. Взносы, которые платит право-задатель за каждого работника, это пенсионное страхование, это 9,76% от зарплаты брута. Далее, это страхование от несчастных случаев, это 1,8% от заработной платы брута. Рентное страхование, это 6,5% от заработной платы брута. Страховой взнос в фон занятости составляет 2,45% от зарплаты брута. И последнее, это страховой взнос в фонд вознаграждения работника. И он будет составлять 0,1% от зарплаты брута. Как же рассчитывается подоходный налог, то есть ПИТа? Подоходный налог рассчитывается в зависимости от сумм, которые вы заработали за год. Если промежуток суммы от 13 тысяч до 85,528 злотых, то тогда так составляет 18%. Дальше, фиксированная сумма на умове опрации, то есть расходы, которые уменьшают налогообложение, это 111 злотых, 25 грош. Основа для расчета ПИТ. Берется ваша заработная плата брута, минус социальное страхование и минус налог, который уменьшает налогооблагаемую базу. То есть вот эти 111 злотых, 25 грош. Получается так, что подоходный налог – это сумма, которая основа для расчета ПИТ. Умножаем на 18%, отнимаем месячный налог, который уменьшает эту сумму, то есть 46 злотых. Отнимаем социальное страхование. Если же работник получает больше 85 528 злотых, тогда он переступает вот этот порог налогообложения и тогда уже его высчитывается совсем по другой ставке, уже 32%. А также из рассчитанной суммы будет вычисляться взнос на медицинское страхование в размере 7-75%. А как же еще высчитать правильно зарплату НЕТа, то просто берется ваша заработная плата брута, отнимается социальное страхование, медицинское страхование, а также подоходный налог. И вот когда вот эти все три цифры отнимаются, в итоге получается именно та сумма, которую вы получите уже на руки. Если же хотите для себя, для интереса узнать, сколько же вы платите в казну Польши, вы просто можете разделить зарплату НЕТа на зарплату брута и поймете, сколько остается вам. То есть, на примере, если вы получаете 200 злотых брута, то на руки вы будете получать около полторы тысячи. Я сейчас говорю грубо, без всяких там еще окончаний, понятное дело. И если вы делите полторы на 200, то получается около 70% это то, что идет вам, а 30% вы платите именно в казну Польши. Если в договоре написано 200 злотых брута, это не означает, что это все затраты для работодателя. К сожалению, это не так, потому что работодатель немного больше платит. То есть, если зарплату, будем, давайте, считать, вот эту минимальную, да, 200 злотых брута, то работодатель со всеми затратами заплатит две с половиной, а работник на руки получит полторы тысячи. Вот такая вот схема, которая, наверное, запутывает очень многих. Поэтому, чтобы понять вообще весь принцип работы, то я вам советую пользоваться всегда калькулятором зарплат в наградзение.пл, в инфобоксе я вам оставлю более подробную информацию, также опишу примеры приблизительные, о том, чего сегодня я вам рассказывала. Но в этом приложении вы можете посмотреть, сколько же вы будете получать на это, сколько идет взносы на разные страхования, на социальные выплаты. То есть, вы выбираете ваш договор, это либо гражданско-правовой, то есть, умово-злицение, либо умово-отдела, либо же трудовой договор, это умово-прация. Ставите вашу сумму в брута, и вы поймете, сколько вы получите на руки. Особенно очень удобно пользоваться таким калькулятором, когда вы приходите на новую работу и только начинаете договариваться о своей заработной плате. То есть, понятное дело, что работодатель никогда не говорит нет, то есть, очень редко, в основном всегда все используют слово «брута» зарплата. Поэтому, если вам скажут, что вы будете получать 20 злотых брута за час, то вы должны понимать, что это не на руки 20 злотых, это грязные, можно так будем считать, да, без всех затрат. Что же касается умово-злицения, то здесь, в принципе, все затраты идут точно такие же, как и на умово-прация. Единственное, что вы не обязаны платить за больничное страхование 2-45% от заработной платы брута. Также отличается расчет расходов, который уменьшает налогооблагаемую базу. То есть, если при умове-прация это 111 злотых 25 грош, то в умове-злицения она будет варьироваться от вашей зарплаты. И чтобы понять, сколько вы будете платить, то вам просто нужно заработную плату брута отнять социальное страхование и умножить на 20%. То есть, если у вас заработная плата 2-100 брута, то расход, который уменьшает налогооблагаемую базу, будет около 370 злотых. Ну и также из налога не высчитывается сумма, сокращающая налог, равная 556 злотых за год, либо же, грубо говоря, 46 злотых в месяц. Ну и также, если же вы студент и вы трудоустроены на умове-злицения, тогда взносы в ЗУЗ не платят. Надеюсь, для вас это было полезное видео, интересное, потому что все-таки нужно знать, сколько вы будете получать. И очень часто всех вот это запутывает брута, нета. Но, как я вам и сказала, что в договорах и в объявлениях используется заработная плата в брута, также часовая ставка тоже. Поэтому для того, чтобы понимать, сколько же вы все-таки будете получать, не выдумывая себе какие-то заоблачные суммы, вы просто заходите на сайт венагрдзене.пл. Еще более детальную информацию вы, конечно же, найдете в инфобоксе, как всегда. Так что разворачивайте и читайте там все более детально. Я вам распишу, напишу все формулы, все расчеты. И надеюсь, это видео было для вас полезным, информативным, как всегда. И спасибо, что сегодня были вместе со мной. Ну а с вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео. И всем пока-пока.